Место смертельной аварии Машина Митсубиси ехала оттуда, со стороны Ермакова. Где-то в районе магазина Юг, или даже чуть раньше, вот у того съезда, резко дала влево. В это время на основке стояли трое. 71-летняя пенсионерка, 50-летний мужчина и 49-летняя женщина. Она, кстати, в последний момент успела спрятаться за дерево. Вот тут уже только пенек остался. Женщину, которая успела отпрыгнуть к дереву, зовут Елена Черняга. На следующий день после аварии мы говорили с ней в больнице. Елена после операции, ее ногу пришлось заново собирать. Я думала, что это дерево ее задержит, но оно не задержало. Она снесла и дерево, и остановку, и меня зацепило по ногам. Все, что я увидела последнее, это капот, черный капот и лобовое стекло. И уже все, потом темно в глазах, когда я очнулась, уже адская боль в ногах, я лежала на земле. Рядом с Еленой лежали 50-летний мужчина и 71-летняя пенсионерка. Мужчину на днях перевели из реанимации в отделение. У него тоже сложные переломы. 71-летняя пенсионерка по-прежнему в тяжелом состоянии. В это время по тротуару неподалеку от остановки шел Сергей Брызгалов. 61 год, сварщик, жил здесь, на Кишиневской. Скорее всего, хорошо знал эту дорогу, возможно, ходил по ней на работу. Как говорят его родственники, он никогда не опаздывал. Машина сбила Брызгалова и прижала к этому забору. По нему видно, какой силой был удар. Потом конструкцию пришлось разобрать, чтобы достать тело. Брызгалов погиб на месте. Дядя Сережа, так погибшего, называет Евгения Лесник. Она родственница пенсионера и санитарка в больнице, куда привезли пострадавших в аварии. Утром в среду Евгения увидела страшные фото в соцсетях, а позже узнала, дядя Сережа погиб. У пенсионера остались жена, дочь и внуки. А 12 лет назад он похоронил сына. Очень жалко, очень хороший человек. Он работал, он никогда с кем не ссорился, был абсолютно здоровый. И этого не должно было быть. На самом деле он просто любил свою семью. Особенно любил свою дочку, внука, внучку и тетю Нину. Они жили на Кишиневской. Дети Нина до сих пор с Кристиной в шоке. Они до сих пор плачут. И Кристина вообще не своя, потому что у нее такой сейчас стресс. Дети Сережа похоронил сына 12 лет назад. В людей на остановке, а потом и в пенсионера прохожего въехала 20-летняя девушка. Вот она на видео МВД. За рулем меньше года. Рядом на пассажирском сидении был 23-летний парень, хозяин машины. Девушка-водитель была трезва. Вот ее слова сразу после аварии. Ехала быстро. Примерная скорость какая? Даже не могу сказать точно, но я думаю, что от 80 до 100. Ехала, дорога была мокрая, скользкая. И перед нами, не помню, отъезжала от юга машина седьмого, либо она выезжала вот со двора вниз. Начала выезжать машина. Я начала сбавлять скорость, ну давить на тормоз. Все на панике, конечно, я на панике, молодой человек на панике. И он как бы говорит, ну я держу вот так руль, он говорит, что мы, ну впереди машина, так не гони, типа. И он повел рукой руль. И получается все, все вот. И услышали крики женщин. Все, это уже стресс. Я уже поняла, что мы сбили этих людей. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы. Ей предъявили обвинение. Парню-хозяину машины может грозить столько же. За то, что дергал руль и нарушил правила безопасности как пассажир. На место аварии мы приехали с инструктором по вождению. Главный вопрос, возможно ли было избежать трагедии? Судя по характеру повреждений, то есть она снесла и остановку общественного транспорта, и два дерева. Причем, я так понимаю, машину даже развернуло. То есть она ушла, развернулась на 180 градусов. Ну, я думаю, что по характеру этих повреждений скорость была явно не 50 километров в час. Километров, наверное, 80-90 было точно. А вот, видимо, мы наблюдаем с вами траекторию, как раз как она ехала. Потому что я смотрю, вот следы масла и вот борозды от шин. Второй след есть. То есть вот он, задней частью, видимо, туда. Этого всего можно было избежать, если бы девушка соблюдала скоростной режим в первую очередь. Ей не хватило, скорее всего, опыта. Она поэтому не справилась с управлением. Может быть, где-то действительно парень вмешался в органы управления автомобиля. Но если они действительно ругались, то, скорее всего, что пассажир ее, да, он ее просто отвлек от внимания на дорогу. То есть она потеряла контроль над дорогой. И да, это очень даже значительный фактор, я вам скажу. Девушка могла поступить по-другому, если бы я видел, что он в нетрезвом виде и так далее. Да, если он начинает ругаться, я за рулем, я понимаю, что у меня опыта недостаточно. Я бы просто остановил бы машину, вышел бы, оставил бы его одного и пошел бы пешком. Дорога опасна. Об этом надо помнить всегда, говорят специалисты. Сколько бы ни был за рулем, у каждого водителя найдется не одна история на этот счет. Товарищ один за рулем, больше 20 лет, отвлекся на мобильный телефон и после чего пересел на инвалидное кресло. Как бы так, случилось ДТП, и он, к сожалению, больше он не водитель. 50 лет, наверное, уже езжу за рулем. Козырек для защиты от солнца, вот такой, там кармашек, документы туда были положены, права, все. Документы начали, раз-раз, и выпадают. Вот, вижу, что они начинают попадать. Вот на секунду отвлекаюсь, где-то раз, и машина уже едет в кювет, руки вот так вот слились. В основном, когда или резко вот люди выбегают, или машина в тебя переставит, он так плавно, так, оп, такой и плавно начинает тебя переставить, чуть этого не замечаешь. Резко вели по тормозам? Ну, бывало. Знакомый ехал сзади и вез с собой свою собачку, скажем так. Ехал, собачка, я не знаю, что собачка гафнула там в машине или что, он просто отвлекся на нее назад. И в этот момент отвлекся и пошел в сторону, ударил рядом стоящую машину. Кто за рулем? В каком состоянии? Как это может сказаться на всех, кто прямо сейчас на дороге? Водители, пешеходы, общий поток. И тут одна ошибка может привести к последствиям, которые не исправишь штрафом. Стать непоправимой трагедией. Взять, к примеру, громкий скандал в МРЭО, когда инспекторы продавали права за деньги, а водители с такими правами садились за руль. Они не учили правила, они ездят как хотят. Безопасность на дороге – это превыше всего. Это, во-первых, человеческие жизни. Взять на себя грех за какие-то последствия, просто потому что ты захотел купить права – это абсолютно отрицательный момент. Абсурд, конечно, когда ты садишься за руль, ты за себя переживаешь не потому, что ты чего-то не знаешь, а потому что ты не всегда уверен в окружающих водителях, что они будут себя вести адекватно. Кто за рулем? Вот еще акцент в этом вопросе. Двор многоэтажки в Тирасполе. На неделе сотрудники ГАИ проверяли, как водители паркуются. На месте выписывают штраф водителю черного БМВ. Он заехал практически в подъезд дома. Но претензии у него были не к себе, а к милиции и нашей съемочной группе. Вы наприколили? А похоже, что мы наприколили. Суд? Вы что без своего права снимают? Вы что делаете? Нормально, выбираем выражение. Я тебе еще раз говорю, выбираем выражение. Вот нарушение. В чем проблема? Нужно быть всегда человеком в любой ситуации. И как бы хамство никого не красит. Поэтому, если ты нарушил и не прав, то будь добр и ответить за это, конечно. Кстати, в ходе рейда большинство водителей свои ошибки признали. Что касается черного БМВ, вот он снова на видео. Пока на дорогах гибнут люди, кто-то не прочь подрифтить. Тем временем, что стало причиной аварии в Бендерах, продолжают разбираться следователи. А похороны погибшего пенсионера состоялись накануне. Его жизнь уже никто не вернет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok